Домохозяева Домохозяева Но, однако, без знания определенных фраз и определенных слов мы можем не найти то, что нам хочется, или вообще вернуться домой ни с чем. Для этого и мы сегодня выбрали такую тему. Это как раз поход за покупками, то есть шоппинг. Итак, сегодня мы с вами научимся ходить за покупками по-корейски. Наверное, вам уже хорошо известно, что в Корее одежду можно покупать как на вещевом рынке, так и в магазинах. Вещевые рынки, которые также называются сидян, также дают возможность покупателю поторговаться. Однако с магазинами дела обстоят немного иначе. Так, например, пеккладем, то есть универсальный магазин, не дает такой возможности. То есть нам необходимо покупать одежду по тем ценам, которые уже установлены и указаны на ярлычках. Также существуют харинматты, то есть большие торговые центры, где одежда уже продается по скидочным ценам. А еще существуют небольшие частные коммерческие магазины, которые здесь называются от-каге. От-каге, то есть вещевые магазинчики. А в этих магазинах вы также можете попросить сделать вам скидку. Сегодняшний наш диалог как раз будет происходить в одном из таких магазинов. Давайте послушаем, как наша героиня Анна делает покупки по-корейски. Давайте послушаем, как наш диалог. А теперь, прежде чем приступить к более подробному разбору нашего диалога, мы с вами рассмотрим новые слова. Итак, первое слово, которое нам встретилось в этом диалоге, было слово 찾다, то есть искать. Ну, возьмем такой пример. Бандиры чадяю. То есть ищу кольцо. Следующее слово. Цальбин. Цальбин. То есть короткий. Начальная форма этого прилагательного цальта. Цальта. Следующее слово. Юхейнхата. Юхейнхата. То есть быть в моде. Очередное слово. Оуллида. Оуллида. То есть подходить. Идти. То есть идти к лицу. Какая-то одежда, например. Возьмем такой пример. Куичима нын Анна еге чаль оуллео. Куичима нын Анна еге чаль оуллео. То есть эта юбка очень идет Анне. Следующее слово. Харюхан. Харюхан. Начальная форма этого прилагательного. Харюхада. Это слово означает по-корейски пышный, роскошный. Ну, например, если речь идет об одежде, то это значит, что одежда какая-то такая. Или с перышками, или с какими-то складочками, бисером. Ну, то есть очень нарядная, очень такая пышная, роскошная. Ну, возьмем, например, такой примерчик. И осын ному харюйо. И осын ному харюйо. Эта одежда слишком нарядная. Следующее слово. Палькыман. Палькыман. Начальная форма. Калькымада. Калькымада. Простой, аккуратный. То есть, можно сказать, это антоним слову харюхан. То есть, обозначающий, ну, очень простой, опрятный, аккуратный какой-то стиль, может быть, или какую-то одежду. То есть, без всяких излишеств. Возьмем такой пример. Минсу-ши нын оны калькымаге ибоссео. Минсу-ши нын оны калькымаге ибоссео. Ну, можно представить, что минсу одел чёрное и белое. То есть, очень аккуратненько оделся. Таким образом мы можем сказать, минсу сегодня очень аккуратно или опрятно оделся. Следующее слово, по-да. Момо-по-да. То есть, по-да не используется в этом случае просто отдельным словом. Оно присоединяется к существительному. И означает по сравнению. Чем? Ну, например, кауль-по-да кёури чу-ео. Кауль-по-да кёури чу-ео. То есть, зима холоднее осени. Следующее слово. Хук-си. Хук-си. То есть, случайно, возможно. Ну, например, Хук-си че кабанг-ль моп-пасс-сэо? Хук-си че кабанг-ль моп-пасс-сэо? Вы, случайно, не видели мой рюкзак или мою сумку? Итак, последнее слово. Тарын. Тарын. То есть, другой. Начальная форма тары-да. И теперь, действительно, последнее слово. Сай-де. Сай-де. То есть, размер. Итак, давайте с вами послушаем правильное произношение. Слушайте и повторяйте. 잘 듣고 따라해보세요. 찾다. 짧은. 짧다. 유행하다. 어울리다. 화려한. 화려하다. 깔끔한. 깔끔하다. 보다. 다른. 다르다. 사이즈. Не бойтесь повторять несколько раз. То есть, 깔끔하다. 깔끔하다. Или, например, тайбин. тайбин. Прям не бойтесь готовя или убираясь, или смотря телевизор. Повторяйте. Тогда вы точно заучите эти слова. И они будут выходить у вас просто очень естественно. А сейчас мы с вами разберем, наконец-таки, диалог. Более подробно. И я вам буду объяснять, какая фраза, как переводится на русский язык. Итак, давайте посмотрим наш диалог. Обычно при входе на магазин, первое, что мы слышим, это приветствие хозяина магазина или продавца. То есть, ОСОЛОСЕЙОО. МОЛЬ ЧАДИСЕЙО? ОСОЛОСЕЙО? МОЛЬ ЧАДИСЕЙО? ДАПРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЗАХАДИТЕ, ЗАХАДИТЕ. А, ЧТО ИЩИТЕ? ЧАЛБЫН ЧИМА ИССАЮ? ЧАЛБЫН ЧИМА ИССАЮ? У ВАС ЕСТЬ КОРОТКИЕ ЮБКИ? ТО ЕСТЬ КОРОТКИЕ ЮБКИ. ЕСЛИ У ВАС КОРОТКИЕ ЮБКИ? НЕ, ИТОГУРО ОСЕЙО? ДА, ПРОХОДИТЕ ПОЖАЛУСТА СУДА. И ДИЗАЙНИ ОТТОСЕЙО? И ДИЗАЙНИ ОТТОСЕЙО? КАК ВАМ ЭТОТ ДИЗАЙН? ДИЗАЙН, КАК В РУССКОМ ЯЗЫКЕ, БУДЕТ ДИЗАЙН. ЁЗЫМ ЮЭНХАННЕН СТАЙЛИНДЕ СОННİМЕГЕ ЗАЛ ОУЛЛИК КОЕЙ связано. ЁЗЫМ, ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЯ. ЮЭНХАННЕН СТАЙЛИНДЕ, ТОЕСТЬ В МОДЕ. ТОЕСТЬ СТИЛЬ ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЯ В МОДЕ. СОННИМЕГЕ ЗАЛ ОУЛЛИК КОЕЙ КОЕЙ clapping. ВАМ, ТОЕСТЬ СОННИМ, КАК БУ ГОСТЬ. Вам очень пойдет. 요즘 유행하는 스타일인데 손님에게 잘 어울릴 거예요. 화려한 것보다 좀 깔끔한 게 좋겠어요. Мне бы хотелось простую, нежели пышную юбку, то есть нежели роскошную или нарядную юбку. То есть 화려한 것보다 чем пышную или нарядную, немного опрятненькую, аккуратненькую, простую хотелось бы. То есть, мне бы хотелось бы, 그게 좋겠어요. Мне бы хотелось бы более простую юбку, чем какую-то нарядную или роскошную. 그러면 이건 어떠세요? Тогда, как вам это? 그러면 이건 어떠세요? 한 번 입어볼게요. Я примерю разок. Примерю-ка я один разок. Отто세요? Ну как? То есть, это после примерки. Когда она примерила, продавец спрашивает. Ну как? Отто세요? Мне нравится. Мне нравится. То есть, хорошо нравится. 마음에 들어요. 그런데 사이즈가 좀 작아요. Но, однако, размер немного маловат. 사이즈가 좀 немного 작아요. Маленький, маловат. 혹시 다른 사이즈 있어요? 혹시 다른 사이즈 있어요? 있어요? У вас случайно нет другого размера. 다른 사이즈 другой размер. 있어요? Есть. 혹시 случайно не? То есть, получается, у вас случайно нет другого размера. 혹시 다른 사이즈 있어요? 네, 여기 있어요. 네, 여기 있어요. То есть, да, вот, пожалуйста. Как вам известно, в корейском языке существуют как глаголы, так и прилагательные. Только корейские прилагательные очень похожи на глаголы. То есть, и по функциональности, и по форме они буквально совпадают с глаголами. Однако их, естественно, можно различить по смыслу. То есть, например, «красивый» мы точно знаем, что это будет прилагательное. Например, «а идти» это глагол. Поэтому для того, чтобы различать грамматические прилагательные в корейском языке, их еще также называют глаголами «состояние» или глаголами «качество», ну, поскольку они говорят о состоянии или о качестве. Итак, и глаголы «качество», то есть прилагательные, и глаголы «действие», то есть обычные глаголы, могут образовывать определение. То есть, слово, которое бы определяло существительное. Ну, например, «красивый цветок» или «идущий человек». В данном случае «идущий» и «красивый» будут служить определениями. Итак, мы с вами сегодня рассмотрим оба случая, то есть образование определения с помощью глагола «действие» и образование определения с помощью глагола «состояние», то есть прилагательного. Итак, глаголы «действие» образовывают определения с помощью окончания «нын». И вне зависимости от того, заканчивается ли основа глагола на гласную или на согласную, мы прибавляем «нын» и получаем определение. Чек을 읽는 사람은 우리 남편이에요. Читающий книгу человек, то есть человек, который читает. Мой муж. Анна가 읽는 책은 재밌어요. Анна가 읽는 책은 재밌어요. Книга, которую читает Анна, интересная. Обратите внимание, что в обоих случаях было употреблено определение «нын», но по функции оно немного по-другому играет свою роль, то есть пассив и актив получается у нас, читающий книгу и книга, которую читает. Таким образом, мы можем понять, что в корейском языке «ингнын» можно переводить на русский язык двумя способами, то есть пассивом и активом. Итак, рассмотрим следующий пример. С 10 до 11 часов время занятий по корейскому языку. Определяемое слово «время». Кумбуанын – определение, то есть время, когда занимаются, когда учатся, время занятий. Следующее предложение. Возможно, у вас есть знакомые в Сеуле? То есть случайно у вас нет знакомых в Сеуле? И так, и так можно перевести. А сейчас мы с вами рассмотрим определение, которое образуется с помощью глаголов «состояние», то есть с помощью прилагательных. А с помощью прилагательных определение образуется с помощью окончания «н» или «н». Просто «н» или «н». В зависимости от того, заканчивается ли основа этого прилагательного на гласную или на согласную. Естественно, когда основа заканчивается на гласную, мы прибавляем просто «н», то есть согласную «н». Когда же заканчивается на согласную, мы прибавляем «н». Например, ЕПЕН ОСЫ ИБОССАЮ. ОДЕЛА КРАСИВУЮ ОДЕЖДУ. ЕПЕН ОСЫ ИБОССАЮ. Следующий пример. У вас есть маленькие сумки? Это будет выглядеть так. ЧАГЫН КАБАН ИССАЮ. ЧАГЫН КАБАН ИССАЮ. То есть маленькие сумки или сумка. ЧАГЫН КАБАН. Следующий пример. ОДЕЕ КИНЧИМАРЫ САССАЮ. ВЧЕРА КУПИЛА ДЛИННУЮ ЮБКУ. ОДЕЕ ВЧЕРА КИНЧИМАРЫ САССАЮ. ДЛИННАЯ ЮБКА КИНЧИМА. КИНЧИМАРЫ САССАЮ. ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют прилагательные, которые включают в себе ИТА или ОПТА. Ну, например, МАСИТА, ВКУСНЫЙ. ИЛИ МАДОПТА, НЕВКУСНЫЙ. ИЛИ, например, ИНТЕРЕСНЫЙ, НЕИНТЕРЕСНЫЙ. ТЕМЕЙТА, ТЕМЕОПТА. А, итак, такие прилагательные, такие глаголы состояния, образуют определение с помощью окончания НЫМ, как глаголы действия. Хотя это неудивительно, поскольку по форме они абсолютно совпадают с глаголом действия ИТА или ОПТА. Итак, давайте посмотрим на примеры. Например, ЕПЫН ОСЫЛ ИБОССАЮ. ОДЕЛА КРАСИВУЮ ОДЕЖДУ. ЕПЫН ОСЫЛ ИБОССАЮ. Следующий пример. У ВАС ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЕ СУМКИ? Это будет выглядеть так. ЧАГЫН КАБАН ИССАЮ? ЧАГЫН КАБАН ИССАЮ? То есть, МАЛЕНЬКИЕ СУМКИ или СУМКА, ЧАГЫН КАБАН. Следующий пример. ОДЕЕ КИНЧИМАРЫЛ САСАЮ. ВЧЕРА КУПИЛА ДЛИНУЮ ЮБКУ. ОДЕЕ ВЧЕРА КИНЧИМАРЫЛ САСАЮ. ДЛИННАЯ ЮБКА КИНЧИМА. КИНЧИМАРЫЛ САСАЮ. ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют прилагательные, которые включают в себе ИТТА или ОПТА. Ну, например, МАСИТТА, ВКУСНЫЙ. Или МАДОПТА, НЕВКУСНЫЙ. Или, например, Интересный, НЕИТЕРЕСНЫЙ. ТЕМЕИТТА, ТЕМЕОПТА. А, итак, такие прилагательные, такие глаголы состояния, образуют определение с помощью окончания ННН, как глаголы действия. Хотя это неудивительно, поскольку по форме они абсолютно совпадают с глаголом действия ИТТА или ОПТА. Итак, давайте посмотрим на примеры. Пример со словом 재미있다. 재미있는, 재미 없는 영화. интересный и неинтересный фильм. 어제 재미있는 영화를 봤어요. вчера я посмотрел интересный фильм. 어제 재미있는 영화를 봤어요. и пример со словом масита и мадобта. Например, маси нын или мадом нын, эмсик. то есть, вкусная и невкусная еда. Такое предложение рассмотрим. ИГО СЫН МАДОМ НЫН ПАНИЕЙО. А теперь давайте послушаем наш диалог еще раз. Слушая этот диалог, обязательно обратите внимание на новые слова, которые мы прошли, и на новую грамматику. Итак, слушайте и повторяйте. 잘 듣고, 따라해보세요. Добавил субтитры DimaTorzok 화려한 것보다 좀 깔끔한 게 좋겠어요. 그러면 이건 어떠세요? 한번 입어볼게요. 어떠세요? 마음에 들어요. 그런데 사이즈가 좀 작아요. 혹시 다른 사이즈 있어요? 네, 여기 있어요. А теперь настало время вынести самое полезное из нашего диалога. То есть выучить фразы, которые, несомненно, пригодятся вам при совершении покупок. Это такая фраза, как У вас есть короткие юбки? Следующая фраза 혹시 다른 사이즈 있어요? У вас случайно нет другого размера? 이것보다 적게 적겠어요. То подойдет больше, чем это. Конечно же, во фразе Может быть не только То есть короткая юбка. Там могут быть и штаны, то есть и джинсы, то есть и рубашка и футболка, то есть то есть неизвестно, что нам может быть нужно при походе за покупками. Поэтому советую вам разузнать несколько названий вещей названий одежды для того, чтобы можно было с уверенностью ходить за покупками. А сейчас мы с вами сделаем несколько упражнений для того, чтобы закрепить пройденный материал. Первое упражнение будет на образовании определений. Итак, приступим. В этом упражнении нам необходимо из данного глагола образовать определение. Посмотрим, например. Итак, стайл оулида То есть стиль идти, подходить. Что мы получаем? Оулинын стайрея То есть это очень подходящий, идущий к лицу стиль. Понятно? Так, давайте попробуем сделать наше упражнение. Чек Чингуга Чатта Книга Друг ищет Получается предложение Книга, которую ищет друг. То есть мы определяем книгу с помощью этого словосочетания. Итак, у нас получается Чингуга Чаннын Чек Ие-е-ё-ё. Чингуга Чаннын Чек И-е-е-ё. То есть книга это книга, которую ищет друг. Основу глагола ТАТА прибавляем просто НН, поскольку это глагол действия. Посмотрим в следующий пример. КОП КЕГЭТАДА. Кружка чистый. Получаем чистая кружка. КЕГЭТАН. Совершенно верно, прибавляем просто буквку Н, поскольку это глагол состояния, оканчивающийся на гласную. Таким образом мы получаем КЕГЭТАН КОП ИЕЕЁ. То есть это чистая кружка. Следующий, последний пример. УЮ МАСИТА. Молоко вкусный. Получаем это вкусное молоко. МАСИННЫН УЮ ИЕЁ. То есть основа глагола МАСИТ. Прибавляем НН, поскольку это исключение. Получаем МАСИННЫН. Не забывайте также вслух произносить фразы и выражения на корейском, поскольку таким образом вы будете вырабатывать правильное произношение. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. Ани-ни-эси-пьё. Субтитры создавал DimaTorzok